Две недели назад в нашей стране началась проверка боевой готовности воинских частей и подразделений. В связи с этим военный комиссариат Брестской области сегодня приступил к осуществлению призыва и поставки военнообязанных в одну из воинских частей вооруженных сил. Сегодня мы отправляем, в основном это офицеры и орг.ядро, ну и отправки будут продолжаться всю эту неделю. В вооруженные силы будет отправлено более тысячи военнообязанных. Это в основном те люди, которые проходили уже службу в этой воинской части, которые знают и материальную часть, технику, знают те задачи, которые перед ней стоят. Традиционно после прибытия в воинскую часть с ними будет проведено боевое слаживание, в ходе которого они вспомнят и саму технику, и возобновят навыки в работе с этой техникой. Ну и далее с подразделениями воинской части будет проведено учение, в ходе которого все наши военнообязанные будут активно принимать участие. И я уверен, что справятся с теми задачами, которые будут стоять перед воинской части. Мужчины, призванные на сборы, будут восстанавливать навыки по своим военноучетным специальностям, а также знакомятся с новыми образцами вооружения и военной техники на протяжении месяца. Никакого риска участие в сборах не несет, а потому и настроение у призванных позитивное. Тем более каждый из мужчин понимает важность проводимых мероприятий. Нормально, спокойно воспринял. Конечно, удивился, потому что больше 20 лет я не получал повеста. Уволился с среды вооруженных сил в 98-м году. В 91-м году окончил Оренбургское издательное ракетное училище, служил в 120-й издательной ракетной бригаде. Считаю, что мероприятия это, должны такие мероприятия проводиться, потому что надо повышать уровень, освежать знания, обучаться новому, техника поменялась. Соответственно, конечно, надо уметь ею пользоваться и в условиях нашего сегодняшнего окружения, обстановки международной. Я готов выполнять свой воинский долг и то, что требуется. Конечно, наверное, будет непросто, но куда деваться. Поездку получил без вопросов, всегда с собой ношу военный билет и паспорт. Поэтому прибыл неизмедлительно на военкомат, сегодня здесь. Службу проходил в 115-м полку. Даже с лейтенантом закончил в 2007 году академию. Закончил службу в 2020-м. Зам. начальника штаба полка. Четыре года никуда не призывался. Первое повестство. Требыл без вопросов. Жена, конечно, возражала. Начальник хотел сам меня подменить, потому что я очень нужен в производстве человека. Ну, нужно, нужно. Заканчивал я Минское высшее инженерно-зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны. И по распределению службу проходил на младших офицерских и начальствующих должностях в службской бригаде. Я бывший кадровый военный. Поэтому сейчас нахожусь на пенсии. В настоящее время представлена уникальная возможность проверить, скажем так, свои силы, насколько я сейчас способен в защите Родины. Ну, пообщаться с боевыми товарищами, научиться чему-то новому. Я всю жизнь, как бы, носил погоны, поэтому долго не задумывался. Взял вещи и приехал. Явка на сбор проходит на достойном уровне. Это отметил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Повестки военнообязанным были разосланы за двое суток до призыва, что еще раз показывает высокую способность и мобилизационный потенциал белорусской армии, а также ответственность резервистов.